Издревле многие люди для укрепления духа и тела отправлялись в пустынные уединенные места, полностью обрывая связь с миром. А спустя какое-то время они становились другими. Трудно было понять, чем именно отшельник отличался от простого человека – те же руки, ноги, голова, но он как бы стоял над обществом и миром, и это ощущалось. Отшельников начинали сторониться, то ли испытывали чувство стыда за собственную пустую жизнь, то ли благоговея перед внутренней силой и мудростью усмирившего плоть подвижника, который уже и человеком-то не был, по большому счету, разве что внешне. Так Иисус после своего крещения на 40 дней ушел в пустыню поститься. Вы помните эту историю? Помните, что пророка начал искушать дьявол голодом, гордыней, верой? Это не сказка и некрасивая фигура речи. Когда человек в обществе, он в безопасности, он защищен. Но вот когда остается один, тут и начинаются невероятные приключения похлеще этого вашего Вия. Слепой отшельник Николай Тарасенко 16 апреля 2023 года на НТВ вышел сюжет, в котором участвовал отшельник Николай Тарасенко, знахарь и провидец Донбасса, а слепший бывший археолог собственными руками построил храм на горе, дабы нести людям веру и успокоение. И вот что он сказал. Что касается зеленого господина, а его не будет, скоро все, с Украиной недолго, а США. Американцы исчезнут, Америки как государства вообще не будет. А Россия. Россия победит и будет править 100 лет Россия миром. О победе. Победа придет на Пасху в мае 2024 года, если мы все вместе будем держать строй. Николай Тарасенко Сербский отшельник-старец Стефан Корульский Биография этого удивительного человека полна странностей. Получив образование, он не пошел работать по специальности, но ушел в монастырь простым послушником. Во время Второй мировой войны сражался с немецкими войсками, но позже и группа была обвинена в пособничестве немцам. Реабилитирован, хотя после войны его пытались таки расстрелять сербские коммунисты. И тут случилось чудо. Его действительно пытались расстрелять в упор. Стефан вспоминал, что в это время молился. Он даже почувствовал ожоги на теле, но пули не смогли причинить ему вреда. Потом что-то будто толкнуло его на побег. В него стреляли опять уже очередями из автоматов, но ни одна пуля так и не смогла его зацепить. После этого происшествия он обрел истинную веру, отправился на Афон, где через какое-то время и поселился в одной из горных пещер. На горе Стефан провел 40 лет. Об Америке. Старец говорил, что США лютой завистью завидуют России и за ее огромных размеров и богатств. Однако Америке не удастся долго строить козни, потому как ее скоро не станет. Скоро рухнет, пропадет страшно начисто. О России. Старец предрек катастрофу, от которой пострадает большая часть мира. Россию практически не затронет, но нужно будет решать, как поступить с огромными ордами беженцев, не все из которых придут с чистыми помыслами. Он предупредил о том, что необходимо беречь свои дома и веру. Пророчество старца Тихона 60 лет на Афоне, как один день. Еще до своей смерти написал на своем же надгробном кресте Тихон. История этого человека поистине невероятна и пропитана любовью к Богу. Всю свою жизнь он без остатка посвятил Творцу и помощи людям. Однажды к старцу обратилась женщина с тем, чтобы тот помог с ее больным ребенком. Тихон ее успокоил, сказал, что все будет хорошо и через пару лет ребенок будет полностью здоров. Но закончив рассказ о ребенке, он тут же начал говорить о другом. Так появилось это предсказание, сделанное еще в середине прошлого века. Раскол грядет, как в вере нашей Христовой когда-то. Народ на народ пойдет, а кто с мечом придет, от меча и погибнет. Брат на брата руку поднимет, а причиной тому политический блуд станет. Вы идите, расскажите и предупредите, чтобы не слушали никого из-за океана. Добра они нам никогда не желали. Худо будет тем, кто на Русь святую пойдет. Власти захотят, но вымрут. Все, как и появились. Нам-то спокойно. Мы под Богом ходим, а там раскол будет. И в вере. Церковь одна на другую клеветать начнет. Быть войне, которую обидчикам нашим не выиграть никогда. Русь после этого обновится. Монета наша во всем мире почитаема станет. А на языке русском народности многие разговаривать будут. Из пророчества старца Тихона. Прохладжани, индийский отшельник. Родившийся в 1929 года, Прохладжани большую часть своей жизни провел в пещере. Как утверждает йог, он не ест совершенно. Питается исключительно энергией солнца с 8 лет. Звучит фантастически. Находились и те, кто решил проверить отшельника. Не единожды того помещали специальные клиники. Под круглосуточным присмотром врачей, чтобы выяснить обман. Не вышло. Отшельник помогает тысячам половников. Дает прогнозы и предсказания. Не все из них радужные. Мне очень повезло, ведь скоро я и солнце станем единым целым. Но многим суждено остаться здесь и ждать своего последнего дня. Уже через три года после меня миллионы пойдут следом. Прохладжани. Он умер в 90 лет 26 мая 2020 года. Мы до сих пор не знаем, что должно произойти. Йог описывал изнуряющую жару и то, что вода станет основой ценности, ради которой люди будут готовы на все. Россия выстоит, став приютом для миллионов беженцев со всего мира. Россия буквально останется единственным местом, в котором можно будет спастись. Но и здесь не все будет гладко. Нужно быть осторожным, так как помимо беженцев в Россию войдут и мировые бесы. Друзья, если вам понравилось видео, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал, если вы не подписаны, чтобы нас не потерять. А я с вами не прощаюсь, а говорю вам пока-пока.